итак привет youtube всем доброго времени суток кроме непосредственно ножей выпускающихся под брендом кивин джон мне очень интересно иногда очень забавно наблюдать и за развитием самого бренда кивин джон почему интересно потому что официальной информации нет и в принципе наверное быть не может а легенды переходящие из уст в уста очень даже бывают забавны само собой что за подделки его ругают за них же его хвалят недавно вообще похоронили а теперь его оживили сжалились и впустили поработать на производство кастом на эффекты где судя по ножам кивин плодотворно и легендарно трудится согласитесь история достойна летописцев и это одна страна а вторая собственно сами ножи и если с легендами можно спорить то с фактом наличие ножей и ножей интересных поспорить как говорят в одессе довольно таки сложно так или иначе она же есть и они перед вами есть страйдер семнадцатого года есть веном атакер и есть герой сегодняшнего видео наверное наиболее нашумевшие веном new концепт нож очень интересный есть и о чем поговорить и есть на что посмотреть ну поехали хорошо оставим героя сегодняшнего обзора в одиночестве и коротко пробежимся по ттх ножа длина клинка 98 миллиметров общая длина ножа 225 сталь на клинке заявлено с 35 вен толщина в обухе 4 рукоять из титана клипса из титана с керамическим шариком керамические подшипники в пластиковом сепараторе кроме того чтобы шары не прокатывали в титане углубления сделаны подложки в виде шай опять же на фрейме сухарь защищающий от выработки и вес сто пятьдесят восемь грамм да и нужно отметить что на фрейме не еще сделан блокиратор замка в виде шестерни открывается нож обычным флипом после этого фрейм блокируется и чтобы его разблокировать необходимо немного провернуть шестерни сделано это как я понимаю для безопасности а именно для защиты от непроизвольного складывания ножа по параметрам совершенно рабочий нож а вот по дизайну ну давайте начнем с того что в подобных ножах мы однозначно не покупаем нож просто как инструмент рабочий инструмент как минимум стоит дешевле таких ножах мы покупаем статусный аксессуар мы покупаем удовольствие от использования ножа удовольствие от эстетики какое-то соотношение цены с набором преимуществ мы конечно бренд то есть сопричастность к какой-то культуре или традициям и так далее другими словами мы делаем выбор исходя из совокупности тех составляющих которые нам интересны и в этом ноже опять же на мой взгляд инструментальная составляющая далеко не на первом месте хотя еще раз повторю рабочие качества ножа более чем на высоте да наверное напустил немного тумана сейчас пробуем объяснить обычно первое что я делаю перед обзором я изучаю техническую составляющую ножа ттх конструкцию эргономику материалы и уже затем дизайн но когда берешь в руки этот нож первое что цепляет причем не просто цепляет а если это уместно говорить о ноже восхищает завораживает это его дизайн поэтому первое что я сделал это фотографии ножа причем расскажу откровенно получил огромное удовольствие уже от самой фотосессии как всегда в последнем блоке видео вы сможете их увидеть причем а наверное фотографии получилось гораздо больше чем обычно поэтому а давать я сейчас просто покажу нож поближе обратите внимание на сатин по всей видимости сделаны вручную блокиратор о котором мы говорили виде шестерни ну думаю понятно что коллекционная составляющая визуальная в ноже более чем на высоте это им двухцветное анодирование в этом ножи это бирюзовый с цветом белого золота а также есть в светло-фиолетовом голубом и сером цвете опять же орнамент все мелкие детали их проработка ну что говорит нож просто поразил своим дизайном хорошо все-таки это нож поэтому абстрагируемся от эстетики и поговорим о функциональности ножа эргономика по удобству хвата вопросов нет нож сидит в руке очень комфортно единственное как для меня вот тут просятся насечки не критично но просят к фиксатору или блокиратору фрейма привыкаешь довольно быстро ну и флип естественно без вопросов подшипники делают свое дело просто великолепно а очень понравилась клипса во первых шариком это очень удобно в использовании а во вторых она не рвет карман да и немного непонятна идея с весом при всем при том что фреймы выфрезерованы для такого ножа как по мне чуть-чуть тяжеловато не критично но вот немного бы полегче ну скажем было бы хорошо 135 140 грамм а 158 это уже вес ну как говорят мини топорика или тактика ну это сугубо мое мнение тут каждому свое да и сюда же вопрос по толщине клинка совершенно очевидно что рубить таким ножом но это верх кощунства зачем в обухе более 4 миллиметров хотя за счет немного вогнутых спусков сведение получилось очень интересное от 32 сотых миллиметра до 44 в рабочей части поэтому рез у ножа очень комфортно но опять же толщина клинка на вес тоже влияет следующее долл как по мне он не очень вяжется к общему дизайну хотя на втором веноме он мне очень понравился а вот тут ну не знаю долл обычно придает ножу некую штыкоподобность или кинжальность если так можно выразиться не знаю хорошо автор увидел так да еще интересно смотрится черный керамический шарик на клипсе особенно учитывая то что веном переводится как яд чаще всего в природе как защитный функционал у рептилий и тут он именно как глаз и читается похоже что именно этого дизайнер и хотел добиться хорошо подведем итог как собственно и в большинстве случаев у ножей выпускающихся под брендом кевин джон все сделано очень качественно детали подгонка подбор материалов все очень на высоте более чем отличные рабочие качества надежность сведения сталь эргономика чуть-чуть лишнего веса и хотелось бы насечки на рукояти со стороны обуха но за дизайн я думаю что ему можно все простить дизайн просто великолепен пожалуй на этом все далее как всегда блок фотографий всем спасибо за просмотр оставляйте свои лайки и комментарии подписывайтесь на youtube канал вайс на сен шарпинг будет много интересного всем мира и гармонии пока а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...